Приветствую! Вы на канале Медвежий Барабан. Сегодня у меня на обзоре бинокль Levenhuk Nitro AD 8х42. Интересными особенностями которого являются это увеличение 8,5 крата, который по заявлению производителя отлично подходит охотникам, рыбакам, ну и просто любителям походов. Отличительная особенность этого рувбинокля – небольшие габариты и малый вес, ну если сравнивать с аналогами. Также есть возможность выбирать положение наглазников, изменять межзрачковое расстояние и подстраивать диоптрии. Данный бинокль любезно предоставила на обзор компания Observer MSK, за что им очень благодарен. К слову, если вас интересует или когда-нибудь заинтересует вопрос о приобретении бинокля, микроскопа, телескопа и так далее, вы можете обратить, как говорится, свой взор на данную компанию, так как они не только продают все эти товары, но и ведут собственный YouTube-канал, где рассказывают подробно, как выбрать, как не нарваться на подделку и как определиться со своими потребностями в плане оптики. Плюс ребята дополнительно предлагают скидку в 7% по промокоду BRDram на продукцию Levenhuk. Как говорится, пользуйтесь на здоровье, все ссылочки в описании под видео. А мы не будем затягивать, поехали! Начнем по традиции с того, как поставляется данный бинокль, при условии, что он у меня еле-еле помещается в кадр. Поставляется бинокль вот в такой красивой плотной коробке, на которой изображен непосредственно сам бинокль и обозначены его особенности, такие как кратность 8 и апертуры в 42 мм. Проще говоря, диаметр объектива 42 мм. Корпус заполнен азотом и имеет AD-оптику. С обратной стороны указано, что имеет полностью просветленную оптику. Бинокль водонепроницаемый, а корпус прорезиненный. Ниже у нас расположился вот такой стикер, где мы можем видеть достаточно важный момент. А именно указано, что срок годности у бинокля не ограничен, а гарантия пожизненная. Но в любом случае мы понимаем, что сдуру сломать можно что угодно, поэтому не рекомендуется его ронять. Это самая распространенная проблема у биноклей, так как при падении может быть смещена призма. Это, кстати, касается вообще любого бинокля. А изображение начнет двоить. Далее внутри нас встречает вот такой буклет, который информирует о том, что данный бинокль прошел, скажем так, контроль качества и проверку. Следующее это условия мировой пожизненной гарантии. И непосредственно сам бинокль вот в таком фирменном чехле. А также инструкция, к слову, на 11 языках, в том числе и на русском. Последнее, чем он комплектуется, это белая коробочка, в которой расположился ремешок на шею и салфеточка для протирки оптики. На этом с комплектацией закончено. Дальше пару слов о чехле. Чехол нейлоновый, плотный, с мягкой подкладкой внутри, дабы уберечь бинокль от ударов. По бокам имеются вот такие зацепы для возможности ношения чехла через плечо. Также на обратной стороне расположилась проушина для крепления на ремне. Переходим непосредственно к биноклю. Как я уже говорил ранее, бинокль заполнен азотом, который позволяет сохранять оптику от попадания конденсата внутрь корпуса во время быстрой смены температуры или влажной окружающей среды. Также имеется степень защиты по стандарту IP67. Собственно, это означает, что бинокль не боится воды и пыли. На корпус нанесено прорезиненное покрытие, за счет чего в руке лежит уверенно, не скользит и имеет приятные тактильные ощущения. Окуляры защищены вот такими резиновыми колпачками, а объективы спереди имеют резиновые плотные заглушки. Они, к слову, откидные, которые при необходимости можно снять, но по факту при использовании они никак не мешают обзору. Настройка фокуса осуществляется по классике центральным барабаном, который отвечает за регулировку резкости в двух окулярах одновременно. А разницу в силе зрения можно скомпенсировать кольцом коррекции диоптрии на правом окуляре. Плюс к этому окуляры имеют поворотно-выдвижные наглазники для настройки оптимального расстояния от глаз до окуляров. Что, несомненно, является плюсом. Я тестировал с товарищем данный бинокль, и мне было удобно смотреть в него с полностью выкрученными окулярами. А товарищу наоборот. Также возможны стационарные наблюдения. Прибор имеет стандартное штативное гнездо. То есть откручиваем данную шайбу и устанавливаем крепление и фиксируем обратно. Ну что, предлагаю потестировать данный прибор. Насколько это у меня, конечно, получится. Так как крепления на штатив у меня нету, поэтому сейчас буду что-нибудь придумывать. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, время подвести итоги и поделиться своими впечатлениями. Как по мне, это очень удачное изделие. Глаза не устают от постоянного использования. Очень хороший поисковик. В смысле, хороший охват горизонта. Самое главное, это простой и удобный в обращении бинокль. Без каких-либо заморочек. Использовать эту оптику можно как на охоте, так и на работе. Также, меняя расстояние между окулярами, можно подстроить бинокль под удобное расстояние между глазами. После этого круглым барабанчиком посередине настраивается резкость. Картинка передается четкая и насыщенная, без каких-либо искажений. На тесте камера не передает полную четкость. В реальности изображение намного лучше. Бывает, что в своих обзорах я могу к чему-нибудь придраться. Но здесь попросту не к чему. Меня все просто абсолютно устраивает. Вот такой обзор получился. Старался все максимально подробно рассказать и ознакомить вас с биноклем. Levenhuk Nitro AD 8x42. По традиции, все ссылочки на бинокль и производителя будут в описании под данным видео. И в закрепленном комментарии. Залетайте и ознакомливайтесь. Друзья, а понравилось видео, тогда поддержи меня лайком и подпиской на канал. Ну, обязательно нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Берегите себя и своих близких. Всем спасибо. Всем пока.